Йоу, Байлер, ты на канале Кикс Контест, на связи Лёха Матрас, Флай Уайт. Сегодня тестируем Ленинг Спид 10, но прежде важная информация. Многолетнее сотрудничество двух проектов, которые искренне любят баскетбол, продолжается. Кампус много раз помогал нам в проведении ивентов, съемок, обзоров, и мы решили расширить сотрудничество до полноценной коллаборации, в которой Кикс Контест бренд подготовил крутые желтые мячи. Их можно купить, либо играть ими во всех центрах Кампус, а также серию ивентов в течение всей весны, начало которому положит большая сходка в Капитолии 10 февраля, где команда Кикс Контест организует фестивальный день со знаменитым пикап-турниром на 4 команды, а также суперформат «Адская карусель 2х2», в которой одновременно играют до 100 команд. Все эти форматы мы уже успешно обкатали по всей России. Помимо игровых активностей вас ждет официальная часть, а также лотерея с розыгрышем кроссовок, мячей, формы от Кампуса Кикс Контест и море баскетбольного позитива. Регистрация на события по ссылке в описании. Можно брать с собой кентов, подруг, родителей. Ограничений по возрасту нет, вход бесплатный. Так что увидимся 10 февраля в субботу. Всем мир! Кушайте супчик! Окей, погнали! По размеру 10 спиды сели четко на мой 12 US. На широкую стопу вполне подойдут. У балеров с высоким подъемом стопа залетит без проблем. Но в целом проблемы-то все равно возникнут. Дело в том, что язык у этих кроссовок тонкий и напрочь лишен какой-либо набивки, из-за чего шнурки при должном затягивании дают на стопу. Причем сразу в нескольких местах. Приходится маневрировать между тем, чтобы достаточно затянуть шнурки, чтобы стопа была зафиксирована, и тем, чтобы они не сдавливали ее тебе при сгибаниях. В остальном же набивки хватает. Корпус податливый. А что касается вентиляции, то она здесь осуществлена слабо. Так, ну погнали. Так, в основном вот из этой выходит. Тут дырка, она и так просто дырка. Засыпай, б***ь. Как сообщает нам научно-экспериментальный центр Ленинг, значит, по сравнению с предыдущей моделью, то есть Ленингспид 9, обзор на который доступен у нас на канале, показатели амортизации в передней части стопы были улучшены на 16%, а показатели отскока пятки улучшены на 13%. Нам ничего не оставалось, кроме как провести собственные испытания, и путем многократного количества приземлений с высоты на разные поверхности, удалось заключить, что данные, конечно, приукрашены, но, тем не менее, пена действительно показалась более энергоемкой. Она потребовала небольшой разбивки, но после чего справлялась с нагрузкой в пяточной части. Там ее добрый слой. В носовой части поначалу показалось, что немного недостает амортизации, но эта пена была жесткая поначалу и требовала разбивки. Но за это, по нашему мануалу, мы снижаем комфорт. Прямо сейчас это и сделаем. А после разбивки пена и правда отлично справлялась с нагрузкой, и я реально много прыгал, в том числе и на достаточно жестких покрытиях. Чувство корта при этом отличное, собственно, так же, как это и было на предыдущей модели. В подошве еще есть такая система, она называется лаунчер. Она для того, чтобы придать энергии при ускорениях и прыжках. Надо сказать, что взрывы лаунчер добавляет. В космос они улетают. Ну так, конечно, как улетали Ленинг VF-10. Переходим к протектору и тоже смотрим, что про него нам сообщает научно-экспериментальный центр Ленинг. А сообщает он нам о том, что Ленинг впервые применил технологию GCU в баскетбольных кроссовках, тем самым сделав подошву противоскользящей, легкой и износостойкой. Насчет легкости и износостойкости поговорим позже. А вот что касается противоскользящести, то, признаться, у меня поначалу был большой скепсис касательно этого рисунка протектора. Но протестировав их на разных кортах, кроссовки-то действительно отлично цепляются с кортом. Сама технология заключается именно в том, что пыль меньше привязывается к ним, и это правда работает, тут не обманули. Но хотя, как сказать, дальше они написали, что характеристики сцепления и противоскольжения улучшены на 15%, вот я бы, конечно, посмотрел на эти тесты, где вычисляется этот процент, что-то мне кажется, что это просто с потолка взято. Хотя, действительно, если посмотреть обзор на предыдущую модель, там к протектору быстро налипала пыль, и они проскальзывали. По материалам корпуса тут самый галимый мэш запавим в самый галимый фьюз. Ну, то есть смотрится все супер дешево. Какой-то фурнитуры, примочек, приколюшек практически нет. Зацепиться можно только за эти петли из замшек, которые уходят внутрь кроссовка. Качество сборки в порядке, клей и нитки не торчат, ничего не отвалилось, здесь ок. По поводу прочности подметки. Да, она действительно довольно жесткая, только вот проблема в том, что в пятке подметки нет, это чисто пена. И вынести их на асфальт рисунок сотрется, и не успеешь ты сделать парочку спинов. Вес, как нам сказали, снизился. Хм, ну, нас-то не на**ать. Давайте сравнивать. Девятые спиды весили 423 грамма в размере 12 US, ну а десятые... Хм, ну окей, на 2 грамма даже меньше. Безопасность. Что касается фиксации стопы, то в средней части и пяточной стопа зафиксирована хорошо, но при этом помним, если сильно затягиваешь шнурки, то возникает дискомфорт. В пальцевой коробке стопа, несмотря на эти две петли, уходящие к основанию, все равно гуляет по сторонам и нет каких-то бортиков, которые бы ее сдерживали. В средней части дополнительный слой из заменителя нубука, который не деформируется под нагрузками. Но он же и жарит стопу. Сам пяточный стакан плотный и хорошо обволакивает пятку. Там она не гуляет. Еще здесь такая штука под ахилл, которая внутри из такого шершавого материала, чтобы стопа не гуляла вверх и вниз. Полезная вещь еще и для того, чтобы ахилл всегда в тепле держать. Дальше, что касается скручивания. А вот что касается скручивания, то ни система ProBarLock, ни Launcher от этого кроссовки не защищают. И на этом переходе они пиздец как скручиваются, к сожалению. Боковой Outrigger хоть и не ярко выраженный, но расширение подошвы присутствует и кроссовки вполне устойчивы. Что хочешь сказать? Пока Outrigger находится в процессе отжатия рынка баскетбольной экипировки, они пытаются выбрыгнуть из штанов и даже на неименной линейке применяют множество технологий, улучшение функционала. Не все, конечно, это работает так, как они нам с вами описывают. И конкретно в этой модели они вообще забыли о главном, банальном комфорт. Почему и у меня и у кейка первые впечатления были, что это какое-то говно. Но потом более-менее все выровнялось, но тем не менее в коллекцию мы эти кроссовки не оставим. Продадим с большой скидкой в нашем телеграм-канале. Там, кстати, все новости проекта, анонсы, первые впечатления. И самое крутое это бот, который сможет подобрать кроссовки лично под тебя, опираясь на наши тесты. Обязательно пользуйся. Ну а с вами были Кикс Контест, Леха Матрас Флай Уайт. Всем мир, кушайте супчик.